Чтобы студенты не вышли на улицу, их посадили за круглый стол. Несколько дней назад всероссийские вузы облетела весть о возможной отмене стипендий. Те, за кем будущее науки, отреагировали мгновенно. Обращениями в интернете и призывом устроить митинги. Мы боремся за свои права, и мы хотим эту стипендию. Пусть она небольшая, но она нам нужна. Где-то на 1200-1500. На эту сумму особо не разгуляешься, но и такие небольшие студенческие выплаты заинтересовали помощника президента России. Сначала Аркадий Дворкович предложил отменить стипендию, и потом уточнил, что платить надо только самым достойным. Меняю стипендиальную систему, в большей степени ориентирую ее на талантливых студентов, на тех, кто больше работает и получает максимальные результаты. Стипендии, возможно, должны быть меньше, они должны быть больше и реально мотивирующими. Сегодня ректор СГУ лично успокаивал учащихся своего вуза. Стипендию отменять не будут, хотя особо сообразительные слова Леонида Косовича не смогли не заметить намека. На пособие надейся, но и сам не оплошай. То, что я зарабатывал деньги, не помешало тому, что вот я сейчас здесь стою. Трудиться студентам классического университета предлагают в том числе и в научном институте наноструктур и биосистем. Правда, сначала надо доучиться до магистратуры, и уже тогда можно не ждать милостей от государства, а получать кровно заработанные. Надежда Новикова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Продолжение следует...